Новая игра 2017 года, которая стремительно набирает популярность и сейчас Есть возможность быстро занять крутые замки Ни на что не похожая игра про средневековье Крутая 3D графика, каждодневные ивенты и обновления Более 50 юнитов на выбор Затягивает уже в первый день Трон похож на знаменитой стратегии из 90-х и 2000-х, но уже на мобильном и онлайн Круто позалипать после тяжелого дня Ребята, действительно советую игру Скачивайте именно по моим ссылкам и получите от меня эксклюзивный бонус в размере 200 золотых монет Это просто уму непостижимо Как он за 150 тысяч тачку так загадил, а? Блин, не хочу сюда класть свою руку Я бы сама взяла, честно, тут сотка прибыли лежит легко Всем нам хочется дорогую красивую тачку Неудивительно ведь, правда? Но есть один небольшой нюансик Большинству из нас не очень хочется за нее много платить И даже если мы набираем нужную сумму на какую-то десятилетнюю ушатайку Мы все равно потом должны понимать, что кармашек-то наш должен быть достаточно плотным Для того, чтобы эту машину в дальнейшем содержать, а не чтобы она стояла как памятник во дворе Лексус ЛС две недели назад был приобретен за 450 тысяч рублей Хотите верьте, хотите нет У машины куча проблем Но тем не менее, глобально этот автомобиль достаточно надежен Поэтому в случае, если уж очень вам хочется иметь тачку Которая будет большой, солидной, красивой Выглядеть вы будете Но на пару миллионов для незнающих точно ЛС это хороший вариант Иван, как же вышло у тебя купить такую говняшку так незадорого? Я бы сама взяла, честно, тут сотка прибыли лежит легко Елена, на самом деле история простая Знакомый моей семьи Решил продать этот автомобиль за ненадобностью Ты на 100% уверен, что пробег не скручен Потому что эта машина была в одних руках И человек на ней, ну человек ее обслуживал и наблюдал с самого начала, верно? Верно, да То есть мы здесь имеем 150 тысяч подтвержденного пробега И вот такую вот угошенную тачку Да Умеют же люди в лет Забавна не только история этой машины Но история моего знакомства с этим автомобилем Сижу я в женской консультации Ко мне подходит девушка и говорит Мой муж хочет с вами поговорить Хорошее начало, думаю я В итоге мы поговорили Девушка оказалась совершенно нормальной Я дала ей свой телефон Позвонил ее супруг просто посоветоваться по автобизнесу А потом оказалось, что он купил себе вот такую тачку у знакомого Знакомый допустил обычную ошибку состоятельного человека Он оставил эту машину в семье под водителем Водитель осуществлял различные поручения Возил членов семьи И угадил за это время машину до такого состояния Что ее и пришлось продавать за 450 Человеку устраивалось, что у него водитель синячок? Приходил водитель нормальный А потом выяснял, что он синячок А, что он синячок Классно Более того, я доставал из дверей бутылки водки пустые В общем, что я только не находил Здорово Прелесть этого Лексуса в том, что Даже за свои копеечные деньги Его можно купить и обслуживать С более-менее разумными затратами Есть, конечно же, исключения Где расходы будут большими Но, тем не менее, глобально Если выбирать из автомобилей премиум класса В представительском сегменте Это, пожалуй, единственное Что можно взять до миллиона И дальше не плакать горькими слезами Сколько, ты думаешь, придется вложить? В районе 200 тысяч рублей Короче говоря, она тебе обойдется как раз Немного дешевле, чем первые тачки по рынку Но ты будешь хотя бы знать, что в своих руках Есть два варианта ЛСов Это 460 и 600 460 бывает только заднеприводным А 600 только полноприводным Но при этом 460 распространены намного сильнее Нежели 600, который полноприводный И обычно в России бывает наоборот Почему, скажете вы? Да потому что 600 на самом деле Бывают только гибридными Так что у нас с вами мотор 4,6 литра 381 лошадиная сила Смотри, 4,6 литра, V8 А такой тихий, прям вот шепчет зайчка Японцы-то вроде честные-честные Но зачем-то свой Лексус с флагманским мотором Они назвали не 500-м, а 600-м Почему? Ведь мотор-то на самом деле тоже V8, а не V12 И объем у него 5 литров А общая мощность у той второй машины Которая, кстати, в России была только длинной Составляет 394 лошадиные сила Кстати, гибрида в принципе бояться не надо Хотя в этом возрасте фиг его знает Лучше взять такую машину Заднеприводная Ну что ж Че здесь показывать-то? Тут плита одна сплошная Вообще все наглухо закрыто Все время забываю сказать Хватит плудить по поводу того, что леса Прекращай работать Нам же видно, что тебе тяжело Мне тяжело не работать, ребята Если мне будет тяжело работать Поверьте, я перестану У меня есть такая возможность Не дождетесь нифига В самом начале японцы все-таки немного С этими моторами накосячили Был целый ряд машин, которые Человек стартовал, пытался ехать Было ограничение мощности И приглашение премиум в сервис Оказалось, что робот Немножко сбойнул на производстве И какая-то пружинка клапана шла дефективно Правда, проявилось это все в самом начале На самых ранних пробегах Так что сейчас можно уже не париться Вы не найдете такие машины Восьмиступенчатый автомат Очень мало и редко кого подводил Здесь Ивану кажется, что он Немножко пинается Я пока не заметила, но я мало езжу Как мне кажется Здесь еще проблемы-то и нету Может быть все-таки масло заменить И вряд ли водитель, который ездил на этой машине Такой фигней занимался И вообще по отношению к этой машине Совершенно очевидно Что тот человек, который на ней ездил Просто свин Человек, отзовись Ты посмотри это видео Не стыдно, нет, довести до такого состояния Такую прекрасную машину Самая тяжелая история здесь Передние рычаги Дело в том, что Вот этой вот фигни Здесь По четыре штуки с каждой стороны Конечно, выглядят они не так Это самый большой из рычагов Три остальные поменьше Но это не мешает им Стоить у официалов по 22 тысячи рублей В итоге общий чек Лишь на переднюю подвеску по рычагам Мы получаем 176 тысяч рублей Шлем официалов И покупаем рычаги кое-где Рычаги стоят 8500 Вот этот конкретный Но основная проблема-то в сайлент-блоках Кое-кто пытается их перепрессовать Но хватает, ребята, на 3-5 тысяч километров пробега Поэтому миримся Покупаем их по 8500 рублей Попадаем Но дальше ездим долго и счастливо Тысяч сколько? 50? 60? Да больше, наверное, 1100 Но подвески, я вам могу сказать Что здесь абсолютный конец То есть тут такое ощущение Что когда переезжаешь ямку После этого там еще внутри Все колбасится и вот-вот отвалится Присутствие рычагов в багажнике новых Оно в данном случае весьма и весьма оправдано А вот когда выезжаешь на хороший асфальт Испытываешь массу удовольствия Потому что, во-первых, автомобиль достаточно приемистый Очень хороший моторчик Его достаточно, его много для этой машины А во-вторых, она очень плавная, конечно То, что есть пневма И то, что, в принципе, настройки подвески Очень-очень такие человечные Это ощутимо сразу Также достаточно дорогостоящий геморрой Находится вот здесь вот И это не вот эти вот облезлые диски Что для Москвы естественное явление за 10 лет Здесь находятся пневмостойки Дело в том, что эти автомобили с пневмостойками В принципе, достаточно живущие Точнее, сами стойки Но 150 тысяч это где-то предельный пробег Пока у этой машины они живы Но я думаю, что в случае, если чистить их Они доживут где-нибудь до 172 сот Но так-то они не дешевые Это же понятно После рестайлинга 2012 года Производитель заявляет о том, что материал пневмостойка изменился И дальше они будут ходить чуть ли не вечно Ничего вечного нет Думаю, что они имели в виду 1200 И, кстати говоря, официалы признали вот это вот крыло Из-за вот такого вот залома Неремонтопригодным Карменке, приезжай на Обручево Сделает он тебе крыло В итоге, после комплексной диагностики В нескольких местах выяснилось, что не все так плохо Умеренные проблемы с ходовой Нужно поменять натяжитель приводного ремня Была течь радиатора Убитый там кузов спереди Автомобиль в целом по кузову весь перекрашенный, кроме крыши Убитый салон, в моем понимании Что-то нужно будет перепрошивать, что-то подкрашивать Как он за 150 тысяч тачку так загадил, а? Передавал мне этот автомобиль водитель Цитирую, это было так С ней все нормально Что-то постукивает спереди, справа по подвеске немножко Да просто фары нет, крыло загнуто И там ходуном все ходит, да? Это мелочь У Тойоты и у Лексуса зачастую у всех проблемы с качеством кожи Не потому, что она плохая, наоборот Она какая-то очень мягкая, нежная Вот эти вот все драгоценности на заднице у разного рода женщин Они впечатываются в сиденья и очень сильно их рвут Также бывает такое, что синие джинсы делают нежно-синими ваше светлое седло То же самое проблема с рулями Проблема вот здесь с подлокотником, который очень сильно вытер от руки Блин, не хочу сюда класть свою руку Мало времени на уборку, при этом душа требует жить в чистоте и уюте Запишите контакт сервиса по уборке под названием Клин Клинеры Клин приверут все комнаты и санузлы Помоют окна, посуду, холодильник и духовку Погладят белье и застелят кровать Сделают так, чтобы чистота в доме была идеальной И вам не пришлось при этом ничего делать Достаточно зайти на сайт или скачать приложение И меньше чем за минуту оформить уборку В назначенный день и время к вам приедет клинер со всем необходимым оборудованием Губками, бытовыми средствами и даже пылесосом Если у вас его нет При желании вы даже можете оставить клинеру ключи И отправиться по своим делам А после ключи вам доставят в удобное место И самое главное, в отличие от частных домработниц Клин обеспечивает вам качество уборки И в случае непредвиденных ситуаций возмещает ущерб Ссылка в описании Клин работает в Москве, Питере и Екатеринбурге И цены за уборку однушки от 990 рублей Цена фары у официалов 75 тысяч рублей Можно ее там купить Но делать этого я, конечно же, не буду И правильно поступлю Двадцатка, сбить я Тойота с Лексусом молодцы Они вынуждают собственников своих машин Раз в 10 тысяч километров ездить на ТО И менять масло Помимо того, что агрегаты эти в принципе надежные и хорошие Владельцы Лексусов и Тойота, конечно же, изначально бурчат Почему этот сосед на BMW ездит на ТО раз в 30 тысяч А я раз в 10 Зато потом Тысяч через сто Вот этот владелец на BMW Ездит в сервис чиниться за свои денежки Где-нибудь как раз-таки раз в эти 10 тысяч Если не раз в 5 А владелец Лексуса продолжает свою счастливую эксплуатацию Я выяснил то, что на нем не менялось моторное масло 15 тысяч километров То есть крайнее ТО 130 тысяч было сделано ТО 140 по словам водителя сделано не было На 145 он поменял масло Когда я брал, был пробег 147 Масло было на минимуме И оно было черное Но я очень сомневаюсь, что за 2000 Там, ну, условно, там литр-полтора куда-то ушло Короче, он тупо развел хозяина Взял деньги и ничего не поменял Но спасибо, что он так последние 50 тысяч не делал Или 150, что-то Когда меняли фильтр масляный, его вытащили И мастер вот так вот его взял Вот так за уголок Он весь черный, просто покрытый какой-то, наверное, слизью И он так на тебя смотрит Он говорит, фильтр не меняли точно давно Да, и кидает его вот так вот, ну, в ведерко Ну, в которой там емкость, куда сливают масло И он просто пополам так на лету Разводился Офигеть Еще один плюс ЛС А по сравнению с машинами этого же класса Их не угоняют Да кому они нафиг нужны? Соответственно, и застраховать этот автомобиль Будет намного дешевле, чем автомобили конкурентов А страховаться вы же помните где? Страховаться у Леночки И если помните, на Лисе идет абсолютно некоммерческий проект Мы собираем денежки на машину для девушки в инвалидном кресле Ирине нужна помощь И в случае, если вы для себя приемлемым считаете поучаствовать По ссылке в описании переходите на Планету.ру Там есть история Ирины И там можно пожертвовать любую сумму Спасибо Очень заморочитесь на то, чтобы проверить работоспособность рейки Если вы покупаете такую машину поддержанную Она здесь электрическая Электромотор стоит на рейке И вроде как она меняется только в сборе И стоит космических денег Правда, в Москве есть ребята, которые утверждают, что они эту рейку делают Что-то перепаивают в платье И дальше типа все работает Еще ребят очень ругают рулевое управление с переменным передаточным числом Которое адаптируется под скорость движения и под манеру Так вот, периодически оно подглючивает Народ очень сильно мучается Потому что все-таки это электроника Это кувалды особо не сделаешь Народ, кто к дилеру едет Кто едет в дорогостоящие сервисные станции Оставляют там много денег На самом деле, почитайте, пожалуйста Есть способы сделать это самостоятельно Нужно страшно извернуться в невероятную зюзи То есть, извините, задом кверху нырнуть вот туда Поставив, даже когда руль ведет себя странно Просто поставив колеса ровно А руль будет стоять у вас, извините, раком Так вот, вы туда ныряете Смотрите под консоль Вам нужен будет фонарик Там вы увидите тот жгут, который нужно менять И я вам не буду сейчас на пальцах это объяснять Потому что это невозможно Просто почитайте, пожалуйста, в интернете Есть способ сделать эту систему Самостоятельно с нулем затрат Просто с нулем денег, ребята Вот такие вот дорестайлинговые Десятилетние лысы стоят где-то от 700 тысяч рублей Помните, я говорила, что парень взял ее за 450 Действительно, вот в таком больном, кривом и косом состоянии Она столько и стоила Правда, друзья мои Нужно понимать, что вложить в ее как раз придется где-то тысяч до 700-800 Но реальная цена на эту машину в хорошем состоянии Это где-то миллион И, как всегда, все самые актуальные цены По ссылке в описании на автору Если вы берете эту машину вот в таком десятилетнем возрасте Вы понимаете, что, скорее всего, на ней ездил водитель И даже если 150 это родной пробег Неизвестно, что может произойти Что-то здесь не очень дорого А что-то достаточно И это наименьший избец среди представительских тачек Но, тем не менее, выглядеть представительно дешево не бывает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok